Еще совсем недавно, когда мы взрослели, нам рисовали одну, достаточно типичную схему того, что будет происходить с нами дальше. Нужно закончить школу, поступить и окончить вуз, устроиться на работу по специальности. Прошло 10 с лишним лет, и сегодня мы наблюдаем, как люди разных возрастов приобретают востребованные, актуальные скиллы самостоятельно. И более того, не боятся работать сами на себя. Мы сделали выпуск о людях, которые не побоялись забросить трудовую книжку подальше, лишить себя всех прелестей офиса и фигачить, фигачить самостоятельно. Они представители самых востребованных сегодняшних специальностей, которые не отчитываются боссам, сами решают, когда работать и сколько зарабатывать. Они люди свободных профессий. Гоу! Кто ты по образованию и какая последняя запись у тебя в трудовой книжке? Я по образованию менеджер внешнеэкономической деятельности, по трудовой книге я даже не вспомню, есть ли у меня в принципе запись. Записи точно есть, потому что я была официально оформлена в нескольких местах, но это, наверное, еще студенческие времена, второй-третий курс. Я по специальности редактор и издатель книжек. У меня есть также вторая специальность, потому что я училась в Днепре и в Киеве. В Киеве я проходила программу по обмену. И по второй специальности я еще пиарщик и журналист традиционный. Запись в трудовой книге у меня в принципе ее никогда не было, потому что я работала по другой схеме с людьми. Но мне кажется, что если вопрос о том, чем в последний раз я занималась вот так вот на официальной традиционной работе, то это, наверное, был пиарщик. То есть более-менее по специальности. По специальности я должен был быть, если бы я забрал диплом бакалавра, менеджер и маркетолог современных материалов. Именно на эти четыре слова я купился, повелся, написал экзамены. Получилось так, что прошел на бюджет, учился, учился. Это оказались не те материалы, про которые ты думал? Да, вообще. Все четыре, кроме только «и» слово меня в итоге оправдало себя, остальные как бы нет. Я на производственной практике, на третьем курсе, если не ошибаюсь, увидел как бы себя в будущем с моим дипломом, вот с кем я буду работать. Вот такая реакция была. Ты когда-нибудь работал по специальности? Работал ли я по специальности когда-то? Которую ты получил в бузе? Нет, потому что я ее не получил. Ты ее не получил? Да. Трудовая книжка у тебя когда-то была? Не знаю, как она выглядит даже. Последняя запись трудовой книжки «Дизайнер-верстальщик». Это какой год? 2009. Ты по специальности? Нет. А кто по специальности? Какая у тебя профессия? Это самое смешное. Как бы, может быть, если бы я родился лет 10, хотя бы 15 позже, и по этой специальности я бы, наверное, и работал. Я программист, по-первых. Я немножко поработал, немножко покрутился в этом. Тогда все это было настолько скучно, в 90-е годы. Тогда все было связано с бухгалтерией. Это сейчас там все модно в IT, классно там, да, там какие-то там, ну, а тогда мало было отрасли и куда-то там приткнуться там с хорошей зарплатой или где-то, чтобы было интересно, мне было скучно, я начал ее изучать, ну, как бы, дизайн, скажем так. Такое смешно, я дал это определение, это не такой дизайн, чтобы я там такой суперразработки делал, это такое я назову, говнодизайн. Специальность у меня системы технической защиты информации, я получил только бакалавра этой специальности. А трудовой книжки у меня никогда не было, к сожалению, наверное, или к счастью. И сейчас нет. Окей, а что является твоей специальностью сегодня, в общем, чем ты занимаешься, что входит в твою основную деятельность? На сегодняшний день основная моя деятельность и основная моя специализация, наверное, правильнее сказать специализация, а не специальность, это UI и X-дизайн, это проектирование пользовательских интерфейсов для компьютеров и мобильных устройств. Это проведение мероприятий, по сути, это мой основной заработок, моя основная деятельность, моя основная направленность мозгов, нет, не так, направление моих мыслей, все, боже, как я плохо ответил на этот вопрос. В общем, основное мое время, время в графике и время и мысли в голове занимает вот ведение мероприятий. Это основное и добавилось полтора года назад еще проект импровизации ведущих. Это, казалось бы, вроде как по фану проект, мы на сцене собираемся с ребятами раз в месяц на вечеринке и для 200-300 гостей импровизируем на сцене, чтобы было смешно. Но это как-то переросло больше, чем просто фан какой-то, это уже какое-то комьюнити, это уже сообщество 80 ведущих-комиков, которые собирают уже вокруг себя людей, которым это интересно. Мы как-то вот уже друг за друга держимся, в итоге вот как-то такой комьюнити получается, что ли. Вот еще второе такое большое направление. В мою деятельность сегодня входит флористика, как сама по себе, то есть это букеты, цветы, композиции, цветочное оформление, это свадьбы, дни рождения, корпоративы и так далее. Это оформление мероприятий, декор, фотозоны, ну и те же самые, дни рождения, оформление витрин. Сейчас основная твоя деятельность это фотографии. Только фотографии. Это пиар, журналистика, редактура, в общем-то все то, на что я училась, я недалеко ушла от своего образования. Если раньше это была просто работа на компанию, которая кого-то обслуживает, то сейчас вот уже я фрилансер с таким чистым опытом фриланса работы около 7 лет. И если брать все остальные проекты, которые еще начинались в университете там или раньше, какие-то такие совсем свободные, то, наверное, это около 10. В чем основные преимущества твоей работы? За что ты ее любишь? Она дает возможность проводить много времени вот наедине с буквами, текстами и вот такой коммуникацией в чистом виде. Вот когда есть там я, грубо говоря, я там и гугл документы, вот, и больше нет людей, которые могут в этом всем помешать. Вот, это было основной, в принципе, плюс, и когда я работала в компаниях, потому что ты текст, это очень непосредственно, и меня всегда манила вот эта возможность работать со словами, со смыслами, с подтекстами. Я в детстве очень много читала, сейчас чуть меньше, но тоже продолжаю, поэтому, да, текстовые коммуникации мне всегда нравились. Почему я выбрал ведение мероприятий, а не работу на заводе? Именно, с современными материалами. Даже не знаю, как ответить, да как, я всегда, я часто прислушиваюсь вот не к мозгам, вот, что-то, какое-то у меня иногда чувство ведет куда-то, от чего-то отталкивает, я не могу это объяснить иногда, просто вот почему-то не хочу. Я работал две недели в офисе, например, я почему-то работал без удовольствия, я не понимал. А, неделю, даже неделю, там какой-то менеджер почем-то, я не знаю, что-то там, какие-то вот эти офисные слова, соедините, это вот я работал этим, что-то сидел, что-то делал, я не понимал, зачем, для чего, почему-то дядя решает, во сколько мне прийти, почему он меня ругает, блин, я не так хочу жить. Вот как-то я в итоге через недельку как-то вот, не, не, не. То же самое было с, вот, с работой, будущей работой на заводе, то есть, какие-то материалы учил, какие-то металлы, там, что-то не перевариваются, там, какое-то, ну, вот это все неинтересно мне. Вот я как-то без желания все это учил, сдавал экзамены и писал без желания, не было страсти, что ли, к этому. При этом параллельно я, учась в металлургической академии, занимался КВНом, играл в КВН. Это не приносило никаких денег, это приносило болезни с желудком, это приносило ссоры с друзьями, приносило отсутствие отношений, приносило испорченные отношения с родителями, ничего не приносило, кроме вот какого-то внутреннего желания этим заниматься, КВНом. Мы писали шутки, раз в месяц выступали перед трехстами, четыре, трехсот. Было в зале 400-500 людей, да, вот мы перед ними выступали. Мы готовили шутки, с ними выступали, получали фидбэк от зала, какой-то смех, эмоции. Круто. Это ничего не приносит, ни денег, ничего, но это нравится, класс. И впоследствии это как-то вот переросло в ведение мероприятий, переросло уже потихонечку в ведение мероприятий подороже и так далее. И вот как-то просто это ввело, потому что мне истинно нравилось это делать, в отличие от работы там на заводе, либо в офисе, либо грузчиком в Арусе. Классно это то, что ты занимаешься творчеством, то, что ты проявляешь себя. Но когда ты превращаешь это в бизнес, тебе приходится ограничиваться какими-то рамками. И уже ты не можешь проявить себя в том плане, в котором тебе хочется. Потому что есть уже заказчики со своими идеями, есть уже определенные люди, которые платят тебе деньги, и ты осуществляешь, упаковываешь их идею и просто реализовываешь ее. Ну как бы фриланс, всегда вроде хорошо, но я всегда вспоминаю такой мемчик или какая-то картинка была. Попытаюсь ее так описать, мужик сидит в офисе, смотрит в окно, залетит там птица, вот бы быть таким, как птица, вот свободным везде летать. И потом так птица крупным планом, такой такой, маши крыльями, чтобы не сдохнуть, маши крыльями, чтобы не сдохнуть. Но приблизительно, так можно писать, ну как бы есть плюсы, есть минусы, работа фотографа. Ну всегда интересно, можно всегда перепрофилироваться, да, если тебе что-то надоело, какое-то одно направление там, да, и как бы можно заниматься как и творчеством. То есть в принципе нужно заниматься творчеством, потому что если ты не занимаешься творчеством, ты начинаешь, ну не знаю, деградировать что-ли. А ты особенно выбрала эту профессию или пошла в мейнстрим? Вот журналистика, редактура, пиар? Нет, я с детства хотела быть писателем, и я еще в школе думала. У меня в школе была своя газета, вначале была печатная, то есть вначале она была такая традиционная стенгазета, потом у меня всегда были конфликты с теми, кто ее тоже должен со мной делать в коллективе, и поэтому захотелось сделать что-то совсем новое, и поскольку в школах это было не очень популярно газеты печатать, но такая техническая возможность была, то я организовала небольшой коллектив единомышленников, которые выпускали вот такую вот газету. И поскольку это был уже где-то 8-9 класс, то это определило и там, и будущее образования, и повысило шансы того, куда можно поступить, потому что на то время там ДНУ это еще было престижно, а жорфак там, как шутили на самом жорфаке, что это такая разновидность Голливуда, куда там богатые родители могут девочек отправлять на такая специальность, чтобы брали интервью или работали где-то в модном журнале. Я не выбирала эту профессию сама, можно сказать, наверное, эта профессия выбрала меня, потому что я всегда хотела чем-то заниматься, я всегда знала, что я буду чем-то своим заниматься, вот у меня какое-то такое стремление было, и поступая на менеджмент, выбирая между юриспруденцией и менеджментом, я знала, что менеджмент мне пригодится, потому что менеджмент есть в каждой профессии. Опиши ту ситуацию, когда ты понял, что вот специальность выбранная в ВУЗе – это не твое. Вот как это осознание пришло? И когда сформировалась мысль о том, что вот, ивенты, выступления, ведение мероприятий – это то, чем я хочу заниматься? Когда появился переломный день, когда я понял, что не мое учиться? Это примерно 5 сентября? 5-6 сентября первого курса, да. Ну, когда первые вот эти вот ленты, какие-то металлы, формулы, что? Непонятно же ничего, зачем? Это что? Я буду, вот, хорошо, ладно, хорошо, ладно. Я идеально выучу все ваши формулы, я идеально буду знать все эти процессы, и чего, и чего, я буду сидеть в офисе, да, вот, типа, применять эти формулы, вот, в этих вот четырех стенах, я буду, типа, круто разбираться в металлах и в конце месяца буду получать за это денежки. Ммм, ммм, не. Не то, да? Ммм, не то. И параллельно, опять же, в сентябре же я пошел вот уже на репетиции КВН. Прикольно, прикольно. Это такое, вроде как, праздничество, господи, как со славами сегодня плохо, у меня холода просто сегодня здесь в помещении, и у меня язык плохо работает, и мозги. Это вроде как такое праздное занятие, посмеяться, подурачиться, да и ничего не делать, но это же работа мозгов. У всех КВН-чиков хорошо работают мозги. На каждой репетиции вы развиваете свой мозг, он тренируется быстро работать, быстро принимать решения, быстро решать задачи, пусть это юмористически, но это задачи. То есть есть вот такая ситуация, ее нужно обшутить. Вот так поверхностно, как мы все уже подумали, все так обшутили, зал так обшутит в первую секунду, по-другому пошутить. И мы вертим проблему, ситуацию, случаю, актуальную новость с разных сторон, чтобы вкуснее пошутить, изощренней, неповерхностно. Вот в этом задача, по сути, всех людей, связанных с юмором, комиков, КВН-чиков и так далее. Я пришел в офис, по-моему, к брату, и я просто посмотрел в тот момент на вот этих всех программистов, я там к нему зашел поздно вечером, нужно было посидеть в интернете, потому что интернет тогда было, как бы, очень редкое явление там, особенно дома, там все эти диалапы, а там у них был очень хороший интернет. И я просто посмотрел в 11 часов вечера на вот этих всех ребят, которые так сидели с такими круглыми глазами, вот это все, что-то они там, ну, как... И мне просто показалось это скучным на тот момент, и я понял, что я не хочу. Что было дальше? Ну, я начал себя искать, и тогда изучил, там, помню, там, пейджмейкер Королл Дроув, пошел в какое-то издательство практиковаться, ну, где-то год, наверное, у меня там менялись работы, потому что, ну, еще не было наработок, а потом как-то вот так вошел в русло, изучил и хорошо пошел. Я купил фототехнику больше для того, чтобы фотографировать технические моменты, то есть, ну, чтобы фотографировать предметку, то есть, я, были некоторые заказы, когда я отдавал фотографу, и... Ну, да, ну, мне нужно было какую-то продукцию отфотографировать или еще что-то, и потом, ну, я понял, что, в принципе, то есть, ну, я не дурак, как... у меня была там на тот момент какая-то там мыльница, там, такая неплохая, но, как бы, это все равно было куплено в бытовых целях, там, ну, там... А основу фотографий у меня было, представление я имел, и я понял, что я могу, в принципе, сам фотографировать какие-то, какую-то продукцию, чтобы не отдавать это, как бы, подрядчику, грубо говоря. На самом деле, выбор этой специальности у меня произошел достаточно неосознанно. Не могу сказать, что я принял решение пойти на курсы или поработал по специальности после университета. Произошло как-то случайно. Я, в принципе, всегда был связан с информационными технологиями, учился в лицее информационных технологий, и как-то, в принципе, все мое окружение так или иначе занималось там или программированием, или менеджментом в IT, или тому подобными вещами. И как-то так случайно получилось, что лучшее, что мне давалось, например, в лицее, это была компьютерная графика. И потом, как-то по накатанной, я случайно сделал один проект, потом следующий, 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 и вот, как бы, я здесь. Давай попробуем описать ту ситуацию, когда вот сделал один проект, сделал второй. Вот как это получается? То есть, кто, например, и какой проект может дать человек, который не имеет скиллоу, обычно всегда говорят там, покажи портфолио, покажи последний работающий проект, что-то в этом роде. Как вот это вот произошло? У меня произошло это довольно странно. Я занимался менеджментом, мы с друзьями делали сайты на заказ. Ну, я как бы вел всю коммуникацию. Ты там PM как бы был? Ну, можно сказать и так, но это было на настолько дилетантском уровне, чтобы я не использовал бы такие, как бы, квалификации, как PM. Ну, в целом, да. В целом, да, я занимался менеджментом. И потом, в один прекрасный день, кто-то из моих друзей, кто занимался дизайном, не мог закрыть тот или иной проект. Я вспомнил, что я сам умею, как бы, делать те или иные вещи в Photoshop, и вот таким образом сделал свой первый проект по дизайну. То есть это вышло случайно, потому что, грубо говоря, дизайнер, который ты должен был делать, тебя подвел? Да. Ну, он не подвел, предупредил, все хорошо. Просто я не мог заменить никого, ну, и этого человека кем-то другим не было, как это сделать. Может, конечно, если бы были в сроке больше, я бы дождался бы, я не помню, что там было. То ли этот человек болел, то ли, ну, что-то в таком духе. Надо было, в общем, кому-то нарисовать. И, собственно, вместо того, чтобы искать, я чуть-чуть поискал, кто мог бы помочь мне с этим, а потом подумал, что, о чем я сам этого не мог сделать, и сделал. После этого я понял, что, как бы, я могу сам закрывать эти задачи и начал сам заниматься этим. По-моему, ты сейчас хотел сказать «таски». Ну, хотел, да, но я и справился. Окей, а если вернуться к специальности, которые ты получал в ВУЗе, ты доучился до бакалавра и сознательно ушел, не стал получать специалиста или категорию какую-то выше? Нет, к сожалению, меня выгнали с пятого курса. Я не хотел об этом говорить, но раз уж, как бы, мы копаемся в грязном белье. Ну, так он немножко. Хорошо, да, ну, я после бакалавра проучился еще один семестр, и на зимней сессии пятого курса меня отчислили. За что отчислили? Ой, это очень сложная ситуация. У меня завкафедры, ну, не очень, наверное, был адекватным человеком. Но это нормально по той причине, что, когда я поступил, ему было 87, а когда, собственно, он меня выгнал, ему было около 90, наверное, двух. Как ты выбирал тогда специальность в ВУЗе? На АБУ, если ты уже пятого, как ты сказал, с сентября понял, что это не твое? Да я 17-летний малый. Ну, тебе кто-то сказал, вот, Женя, нужно идти туда. Система, система сказала. Вот все, мне 10 лет в школе говорили, ты должен получить диплом. Для чего, непонятно. Должен получить диплом, потом найдешь работу, с понедельника по пятницу будешь работать, получать там седьмого, не знаю, числа месяца зарплату. Так нужно делать, так все делают и должен так тоже делать. Так мне говорили в школе, так говорили в телевизоре, в газетах, в журналах, в семье так же говорили, потому что они так же воспитаны. Поэтому я не знал, а что, по-другому можно как-то делать? Подожди, так же все делают. Все же получают, обязательно нужно вот из этих вот 8 ВУЗов, которые есть у нас, 8, 10, 13, не знаю сколько ВУЗов, вот только из них ты выбираешь свое будущее. Вот только вот такой вариант у тебя. Все, других не дано. Так же, ну да, так же все делают. Ты по специальности, на которой ты учился, ты поработал какое-то время или нет? Нет, ни одного дня. Ничего? Я, начиная с третьего курса своего обучения в университете, не ходил туда, ну приходил, сдавал сессию, там догонял как-то все, что мне нужно сделать, все лабораторные, все зачеты в последний месяц, к примеру, там в декабря и там в мае, когда сессионная неделя, зачетная неделя, это называется вроде так. Догонял это все, все сдавал, ну и как бы до четвертого курса и диплом у меня успешно как бы сработал, а на пятом курсе просто меня выгнали, грубо говоря, за непосещение. А работать, когда ты начал? Ну я думаю, что конкретно эти деятельности я начал заниматься на первом курсе. То есть сразу с первого курса универа? Это было странно, это мне мой знакомый предложил заниматься маркетингом в его стартапе. Вот, я пытался рекламировать его проект ВКонтакте и в других социальных сетях, занимался рекламой такой в интернете, ну как это сейчас, SMM называется, наверное, тогда этот термин только появлялся, ну по крайней мере у нас в СНГ. Вот, потом где-то на третьем курсе, в начале третьего курса я начал с друзьями заниматься вот таким микро-аутсорсингом, можно так сказать, делать там какие-то сайты на заказ. И вот где-то в середине третьего курса как раз была ситуация, когда я не мог закрыть таски по дизайну и сделал их, собственно, сам. То есть можем мы сказать, что твоя карьера началась независимо от универа и она шла как бы параллельно твоему обучению? Думаю, да. И можем ли мы еще предположить, что, допустим, универ в этой цепочке абсолютно был не нужен тебе, а забирал, скажем так, только время? Может это грубовато по праву меня, если это так? Честно, я не хочу, чтобы потом кто-то посмотрел это интервью, и в котором я буду транслировать в общество, что университет не нужен, потому как я считаю, что в любом случае эти пять лет, в которые я так или иначе числился в университете, я думаю, мне много дали в знакомствах, в настройке коммуникации, в том всех остальных, ну в траблшутерстве, наверное, это хорошо назвать, когда ты, к примеру, весь семестр не ходишь в университет, а потом тебе нужно сделать какой-то определенный объем задач за очень сжатый период времени. В любом случае, я считаю, что любому школьнику, неокрепшему, так сказать, уму, было бы неплохо это прочувствовать. Но в целом, да, конкретно моя специальность, не думаю, что сейчас очень востребована, по той причине, что нас обучали технологиями 80-х годов, и сейчас они применяются, по крайней мере в нашей стране, в очень узкой специализации, в очень мало рабочих мест. Но, тем не менее, в принципе, это достаточно высокооплачиваемый в классическом понимании работы. Ну хорошо, как ты можешь, допустим, объяснить, почему нужно потратить пять лет в универе, а не пойти, например, на курсы, которые длятся год или два, и приобрести ту же специальность только от людей, которые непосредственно в ней работали и достигли уже каких-то высот и результатов? Ну, во-первых, никто не заставляет тратить пять лет, можно как я четыре, вот, но я имел в виду, что можно начинать работать, как бы, или проходить те же самые курсы, если вы хотите через курсы конкретно получить эту специальность параллельно, то есть все эти школы, которые предлагают эти курсы, предлагают их в формате вечернего образования, там, два раза в неделю, к примеру, вторник, четверг, или там, три раза в неделю, плюс выходные. Никто же не запрещает, к примеру, до двух часов в четыре пары отсидеть в университете и потом вечером заняться этим. Точно так же никто не запрещает продолжать учиться в университете и заниматься каким-то фрилансом после курсов, если ты будешь находить себе проекты. Ну, то есть, как бы делать первые шаги. Ну, да, делать первые шаги, не обязательно учиться пять лет, ну, не надо ждать, что вот пять лет закончились, грубо говоря, с тебя какой-то купол вот так вот сняли, и типа, все, иди, мальчик, занимайся, чем ты хочешь. Можно делать это гораздо раньше, никто не стоит и за руки не держит. Можно три высших образования получать и каждый раз на дивное поступать и учиться до 35 лет и параллельно с этим работать. Ты говоришь, что родители не особо поддерживали выбор специальности. Как происходило вот это вот убеждение, что нет, я все-таки хочу заниматься вот этим? Какие доводы ты приводила и как ты их переубедила? Да, родителей было очень сложно убедить, потому что за сочинение, особенно не только за грамотность, за грамотность были оценки плохие в школе почти всегда, за содержание мне ставили там чуть ли не один балл по 12-бальной системе, потому что это были всегда какие-то сочинения в странном формате, там, или эссе, или от первого лица, там, какое-то традиционное сочинение, где нужно выразить точку зрения, то есть они были такие стилистические, очень авторитарные, поэтому мне всегда снижали баллы, вот. И для родителей это был показатель, как для научных сотрудников, которые там тоже работают со студентами, для них основной был показатель, что если ставят плохие оценки, то это как бы основной критерий, как можно интеллектуальный уровень ребенка оценить. И, соответственно, видимо, мне там журфак, которому нужен и высокий балл, там, и публикации, и все вот это прочее, еще и высокий конкурс, то это был, конечно, для них аргумент против. Но, с другой стороны, они всегда меня видели, хотели, как любые родители, там, чтобы ребенок был счастливым, поэтому, видя, что я там постоянно, не знаю, лет с восьми всегда участвовала, там, какие-то художественные конкурсы, стихотворения было, миллион псевдонимов дома делала, какие-то книжечки вырезала, их разрисовала, вот. То есть это была какая-то единственная тяга, которую они могли принять, вот, там, по сравнению с танцами и всем таким легким, то это было хоть что-то интеллектуальное, что меня интересовало, поэтому они, в сущности, не очень протестовали, вот, походили со мной на разные неоткрытых дверей в свои университеты, в ДНУ, и в итоге, да, я поступила. Вот, а потом просто хочу закончить этот пассаж, потому что потом все очень быстро выяснилось, что школа все-таки есть школа, и там есть очень большой вот этот процент традиции, особенно там советского подхода, оценки, в оценивании, да, потому что как только я поступила в университет, у меня был один из самых высоких баллов, там, по всем предметам, не считая, там, по художественным, там, всяким творческим, он был, там, там, сто и ста баллов, то есть первый семестр, там, дал понять, что это, в сущности, было очень точное попадание в специальность. Ну, мама всегда, что-то не нравится маме во мне, вот, сегодня она сказала, у тебя штанишки не такие, ну, то есть, бороду побрей, да, ты не то кушаешь, и так далее, ну, это мама. Я как-то, как-то вот, уже с того возраста, когда я более или менее стал формулировать слова, которые есть в моей голове, и вербально отображать это маме, я уже начал как-то вот, какие-то ответку говорить, подожди, мам, вот есть так-так-так-так-то, то есть, как-то уже контраргументы маме какие-то начал переводить, и у как-то мама потихонечку, 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 мама поняла, ладно, окей, вот, 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 реакция мамы, ладно, вот, черт с тобой, типа, делай, как, знаешь. Мой отец, он действительно был недоволен, он хотел, как бы, чтобы это, Все было по классике. Ну хотя бы по классике, хоть примерно двигалась в ту какой-то степь, чтобы гештальт, к примеру, закрылся, что у меня сын с высшим образованием, и все хорошо. Ну я же зарабатывал уже какие-то деньги, и он это видел, что я с третьего курса, как бы, ну там, есть какой-то кэш в карманах, я не знаю, я не просил никаких денег, и все в порядке было, там подарки ему какие-то дарил, там, ноутбук или что-то еще такое. Вот, и поэтому, как бы, по поводу денег, что же дальше, а где ты кусок хлеба возьмешь, таких разговоров не было. Просто было, ну типа, ну блин, тут оставалось полгода, но что-то не мог собраться с мыслями и доучиться. Вопрос ухода с регулярной работы на вольный хлеба, ты согласовывала с родителями, или ты в тот момент уже, скажем так, жила отдельно и была полностью независима? Ой, это вечный вопрос для всей моей семьи, особенно там, ну мама, папа еще это могут понять, хотя им тоже сложно. Бабушка, дедушка, это всегда вечный вопрос, это когда ты все-таки найдешь работу, вот, может быть, стоит куда-то устраиваться. Родители всегда невероятно радовались, когда я все-таки устраивалась в какую-то компанию, там, периодический фриланс мне надоедал. Дело в том, что сам уход во фриланс, он произошел для меня очень мягко, и мне кажется, он был понятен для родителей. Пока я заканчивала университет, там обычно четвертый, пятый курс, когда было понятно, что университет как бы принципиально новых знаний не будет давать, их нужно извлекать откуда-то из остальных сфер, я начала искать себе проекты, в которых я могу проявить себя. Вот, и я нашла маленькую компанию, которая согласилась меня без, ну вот, без такого традиционного опыта работы принять свой коллектив. принять просто по тем причинам, что я соглашалась на их на тот момент системой работы, которая была очень близко к фрилансу, то есть, там, сколько заработал, столько ты получил. За все вот время, пока ты занимаешься ивентами, ведением мероприятий и так далее, был ли какой-то момент отчаяния, когда ты четко понимал, что тебе не хватает денег на то, чтобы хотя бы содержать самого себя, там, платить за жилье, кушать, пригласить на свидание девушку? Были ли такие моменты отчаяния? Февраль 2019-го. Совсем недавно. Совсем недавно. Да нет, ну это, есть нюанс в моей работе, да, это сезонность, это непостоянность. Я просто уже, я понимаю это, понимаю, что есть какой-то месяц хороший, урожайный, а есть месяц не очень. И в принципе, это вся моя жизнь в этом. Я сейчас, я вот, кайф, класс, сейчас, блин, что за хрень, и так всегда. Это просто... Ну, ты легко плаваешь по вот этим вот ценам? Вообще нормально. Я как рыба в воде, в неудачах и на пиках. Мне не было вот никогда, чтобы совсем было плохо. В плане работы, в плане заказов? Да, вот просто никогда. То есть, было хуже, там, ну, я был недоволен, то есть, на что-то рассчитывал, и оказался какой-то там, ну, как-то провальный какой-то там месяц, или там два, там, какой-то такой вот яма такая. Ну, опять же, там, ну, там, события, там, там, 14-го года, там, когда все, кризис, война, да, тогда пошел и, как бы, и цены пошли подниматься, а доллар поднялся в три раза, там, или во сколько, сначала, там, в два, потом, там, в три, и... А цены фотографа поднимали очень медленно, вот так вот. То есть, если прикинуть в долларах, то у меня, да, до 14-го года, там, цена в долларах была даже больше, чем сейчас. Вот только сейчас я ее, там, догоняю, там. Бывали моменты на старте, наверное, моей карьеры уже как непосредственно дизайнера, то есть, когда я уже не работал в команде с друзьями, когда я непосредственно делал сам какие-то проекты и закрывал только дизайн. Да, были моменты, когда мне не хватало, там, к примеру, средств для тех, там, не знаю, стандартных вещей, которые я привык, там, до этого. Да, да, ну, потом, когда становится больше опыта, у тебя становится больше каких-то постоянных заказчиков, больше каких-то проектов, больше знакомств, через которые ты можешь эти проекты получать. И, в принципе, сейчас не бывает такого момента, чтобы я сидел больше недели и не знал бы, чем заняться. Как-то так. А вот в эти вот периоды, что нужно, как себя нужно, не знаю, настроить, или что нужно делать, чтобы, скажем так, не, ну, назовем так, не падать духом? И что нужно делать, чтобы эту ситуацию исправить? Ну, заниматься ли это генерацией какой-то? Ну, самозанятость, к примеру, когда ты работаешь как фрилансер, ничем не отличается от моделей, к примеру, какой-то компании, там, от 20, там, или даже от 10 и более человек. Все равно, любая компания всегда, если это аутсорсинг, если это проекты на заказ, всегда ты должен их искать, искать, искать. Они откуда сами появляются очень редко. И зачастую это все равно, это плоды, наверное, каких-то твоих трудов, которые были раньше. То есть кто-то кого-то, кто-то кому-то посоветовал, что есть такой человек, или есть такая компания, которая, там, когда-то мне помогла с дизайном, или с программированием, или с любой, как бы, любой другой услугой. Даже, ну, я не знаю, с юридическими услугами. Машину мне кто-то покрасил хорошо, и поэтому этот человек приходит потом опять к тебе. Ну, продолжать развиваться, смотреть, всегда можно работать над своим портфолио, улучшать его. Если ты, к примеру, есть у тебя какое-то портфолио, уже на сейчас момент, оно приносит тебе какие-то проекты, ты можешь его кому-то показывать, и потом у тебя, получается, две недели, которые ты не работаешь нигде, у тебя нет никакого проекта, над которым ты сейчас трудишься, ты можешь все эти проекты, которые ты делал за последний период времени, оформить, чтобы выложить и актуализировать как-то свое портфолио. И это, как бы, инвестиция. То есть, скажем так, поработать на себя. Ну, да, да, то есть, чтобы в дальнейшем у тебя было больше проектов, было выше качество, ты мог ставить более большие ценники за свою работу. Фриланс очень важен тем, что в него очень плохо получается играть тем, кто не умеет приводить свои финансы в порядок. То есть, фактически, тебе нужно быть своим собственным маркетологом и бухгалтером, а иногда еще кризис-менеджером, и если в тебе этот навык не развит упорядочивание, то тогда, конечно, быть в беде. У меня такого не было, потому что там с любого своего заработка я всегда какой-то процент своих сейс жертвую на благотворительность и откладываю на будущее. То есть, я понимаю, что фриланс — вещь непостоянная, в некоторых сферах она даже сезонная. Вот рынок может поменяться, мы живем в Украине, тут тоже все очень зыбко, поэтому, да, нужно всегда иметь какую-то подушку. И вот таких прям моментов отчаяния финансового не было. Но были моменты, например, эмоционального отчаяния, что, например, там зимой это обостряется, если никуда не уезжаешь долго, то получается, что и людей не видишь, целыми днями на улицу выходить не хочется. И думаешь, может быть, все-таки пойти в офис, там хотя бы есть какой-то коллектив. Или так же случается, если, например, там в жизни происходят какие-то, ну вот просто такой личного характера неприятности, и тебе очень хочется видеть других людей, там всем своим друзьям ты надоел, и тебе хочется поэксплуатировать какой-то рабочий коллектив, который хотя бы, там, как говорится, да, самое большое удовольствие для человека — это человек, а там хотя бы тебя эти люди окружают, тебе всегда есть с кем поговорить. Бывают до сих пор такие моменты, когда ты сидишь без заказов и думаешь, может, ну чем же платить людям? То есть даже сегодня? Даже сегодня, да, бывают такие моменты, но опять-таки всегда есть заказ, вот, всегда есть заказы, и просто если четыре года назад это были заказы, мы радовались трём с половиной тысячам гривен, и думали, о боже мой, ничего себе, вот это заказ. Я помню, когда к нам пришли молодожёны на свадьбу в 15 тысяч, и мы так радовались, это был какой-то самый большой бюджет, и вообще так переживали. То есть сейчас мы работаем с заказами не в две, не в три даже тысячи долларов, и как бы это совершенно другая ответственность, вот, и совершенно другой уровень. Для того, чтобы вот открыть самый маленький, самого маленького масштаба бизнес вот в твоей сфере, наверняка нужны какие-то вложения, там, материал, наверное, да, может быть, какие-то первые упаковки там и так далее, и так далее, и так далее. Можешь ли ты либо вспомнить, либо сейчас прикинуть по нынешним ценам, сколько нужно денег для того, чтобы открыть вот такой вот бизнес? Ну, четыре года назад мне на это понадобилось около 10-15 тысяч гривен. Это те деньги, которые я смогла скопить, это те деньги, которые пошли на аренду помещения в первый последний месяц плюс 50% риэлтору, закупка материала и материал на мебель. Но я тогда не рассчитывала зарплату девочек, то есть я наняла двоих людей и платила им в конце месяца. Вот, и за этот месяц мы успевали, мы набрали каких-то заказов, отработали, вот. Боялась ли ты, что возникла такая ситуация, или возможно ли была она, что вот этот вот месяц закончится, а тебе нечем будет заплатить? Да, конечно, были такие ситуации, поэтому я работала на основной работе и содержала свое маленькое хобби. А какая была основная работа? Фитнес-тренер. Нужно понимать, какой профиль ты займешь. То есть если... То есть какой жанр фотографии? Ну да, то есть что ты будешь снимать. То есть иногда для того, чтобы там, если там снимать, как, ну, большинство, там 50%, там, это так, на скидку, может, и больше фотографов, это такие вот фоточки, то есть, да, там, ламди, я называю фоточки. Фоточки. Фоточки и, в принципе, то есть, ну, какая-то... Подожди, а кто фоточки, это кто, что они снимают? Они снимают девочек, там, вот, там, там, я красивая на природе, такая все в вечернем свете. Вот если такая направленность, то хватит, там, не знаю, сколько, там, купить БУ какую-то камеру, да, там, простецкую, там, и 200 долларов, этот полтинник, там, к примеру, там, или один и восемь, ну, еще 200 долларов, там, начать можно, там, ну, 500 долларов, если и этого хватит за головой. Но у тебя будет такая вот узкая направленность, что ты можешь снять, в каких условиях, и какая подача, и, и, в принципе, они могут даже снять, там, это лучший человек, который занимается, там, 9-10 лет, вот такая вот направленность. Ну, это, это вот, вот такой вот сегмент рынка, и все в него рвутся, и вот, там, себя друг другу лучше показывают, ну, там, мне такую, такую, это направленность уже, там, неинтересно. Я могу снять, там, да, но честно признаюсь, что какая-нибудь девочка со стажем, там, полгода, и она может, это может снять интереснее меня, там, да, потому что она на задоре. Ну, у меня ничего не нужно было делать, у меня был ноутбук, и я просто на нем сразу начал работать. Вот, ну, по-хорошему можно это делать и на стационарном компьютере, и на стационарном, наверное, даже удобнее, если есть большой монитор, с большим монитором, будет, наверное, в любом случае удобнее каким-то начинающим. Вот, ну, да, компьютер, на котором работать, в принципе, все. То есть это все инвестиции, которые нужны, чтобы войти в эту профессию? Ну, да, сон бесплатный. Заработок сейчас у тебя регулярный? Думаю, да, можно так сказать. Ну, я никогда, ну, бывают моменты, когда я, к примеру, несколько дней подряд ничем не занимаюсь, но в целом, да, я всегда считаю, как бы, сколько у меня там получается дохода, я считаю в месячном эквиваленте, и поэтому если там 2-3 дня какие-то я не работал, к примеру, я просто, ну, не считаю их, и все. Ну, я считаю просто сумму поделить на месяца. Сколько хороший представитель твоей профессии может зарабатывать денег в месяц? Прям хороший-хороший или среднехороший? Хороший-хороший. Ну, хороший-хороший, я думаю, 3 тысячи долларов. Самый низкий предел этой суммы? Ну, я думаю, нормальный вход для первой какой-то там ступеньки – это 400-500 долларов. Если это фриланс, наверное, до 500 еще несколько месяцев нужно там пройти, сделать там 2-3 месяца какие-то проекты поискать, как там сделать за 100, за 200, за 100, за 200, так у тебя получится 100 там долларов, 300 долларов и там 3-й месяц, условно говоря, 500. У кого как, это же, ну, как рыбалка. Грубо говоря, если ты найдешь сразу какой-то проект, который тебе там 500 заплатит и сделаешь его за 3 недели, да, ты потом по моей системе можешь просто взять 30 дней, типа поделить эту там сумму, которую получил на месяц, и все сказать, что я 500 заработал. Ну, если мы говорим о стабильности какой-то, что вот всегда, типа, ровно 500, ну, я думаю, да, там пару месяцев-то какой-то раскачивающихся должно быть. Свадьба, корпоратив, грубо говоря, ужин, вечер. У меня нет такого, что там 3 часа или 4 или 5, просто вечер, вечер занятости, вечер мероприятия – 600 долларов. Но на какие-то топовые даты, либо сложные мероприятия, либо выездные мероприятия, то есть не в городе, не в Днепре – 700 долларов. Сколько сегодня в среднем стоит частой работы? 50 долларов. Это любой вид съемки? Любой вид съемки, да, ну, я там исключил, там, как некоторые дают бонусы, все всякие бонусы у меня плачиваются отдельно. То есть, так как это дополнительная аренда света, там, или ретушь, то есть, ну, почему я это сделал? Потому что ретушер – это отдельная специальность, и нужно давать, в конце концов, зарабатывать ретушером на хлеб. То есть, вполне логично, почему фотофотограф должен сниматься фото. Это сезон, сезонная работа. Очень-очень сезонная работа, потому что бывают месяцы, когда заработная плата 7, бывает, когда 12, бывает, когда и 18 за месяц. В декоре больше, потому что декор – это отдельная ниша. То есть, у нас, когда у меня появился миссис Норрис, я разделила нишу декора и нишу флористики, потому что у нас в городе все флористы, они же и декораторы. Но хороший декоратор, он не может, точнее, хороший флорист не может знать, какое крепление лучше сделать к этой арке, а какое лучше сделать к этой конструкции. Потому что человек должен разбираться в чем-то одном, но быть в этом профессионалом и как рыба в воде. Поэтому у нас два подразделения – отдельный декор, отдельная флористика. На декоре ребята получают, опять-таки, по сезонным тоже разные зарплаты, потому что декор – это работа и днями, и ночами. И, там, могут получить, опять-таки, 5,7, а могут получить и 20, и 30, и больше, в зависимости от работы. Ну, копирайтеров, которые получают тысячу долларов в месяц, я встречала. Это много в этой профессии? Это много, ну, смотря для какого качества. Если это средненькое качество, конечно, просто копирайтинг для многих воспринимается как какая-то вещь, которую может делать каждый человек, который закончил, например, филфак и может грамотно писать. Но если ты переходишь уже в высшую лигу и занимаешься, например, контент-стратегией, то тысячу долларов для тебя несложно заработать. Тут просто всегда вопрос в том, что вот как я, например, оцениваю свою работу, я ее оцениваю по Карлу Марксу. То есть что сотрудник может зарабатывать по этой экономической теории 10% от того, что зарабатывает на нем его, ну, вот в целом его работодатель. То есть я не могу получать больше, чем получает тот, кто меня нанимает. Соответственно, я всегда прикидываю в компанию идти или нет, если я понимаю, там, ага, какого рода эта компания, какой у нее средний, средняя прибыль, и сколько она может на меня потратить. Вот. Также я высчитываю свою прибыль из того, там, например, я предлагаю компании какую-то коммуникационную стратегию, что из этого может получить компания, и, соответственно, я выделяю там свой интересный для меня, но не процент, потому что это обычно целостный гонорар, потому что владелец принимает на себя определенные риски. Вот. Поэтому, да, если качественно выбирать клиентов, хорошо думать о том, что ты для них делаешь, и не делать это просто как конвейерное производство по чему-то заказу, тогда, да, можно получить более интересные цифры. Качественно выбирать клиентов. Скажи, как выбирать клиентов и находить их в первую очередь? Самых первых или в целом? Самых первых, да. Это, наверное, сложнее. Нет, вообще, от первых и вот до текущих. У меня случается вот в моей работе, как я сказала, есть сезонность. Я очень редко ищу клиентов сама. Вот как-то так складывается. Я не думаю, что это типичная ситуация, но у меня, может быть, из-за того, что я пришла так через одних клиентов. В целом, я почти никогда их не ищу, и просто старые клиенты приходят, новые клиенты приходят по рекомендациям новых, и я не пишу им целенаправленно. Очень редко бывает такое, что я нашла какую-то интересную компанию, на нее наткнулась, и вот мне просто хочется в этой сфере поработать, и я им пишу какое-то предложение со своей стороны. Вот. Но иногда все-таки бывает, например, там, после зимних праздников, или там в середине лета весь рынок замирает, и нужно прилагать какие-то усилия, если ты не собирался там куда-то на юго отдыхать, вот, тебе хочется поработать, то клиентов нужно искать. Вот. И в таком случае, да, я пытаюсь смотреть всякие инновационные бизнесы, или те, кто там начинают мелькать в сфере, там, трудоустройство. Айти-сфера всегда, она такая очень... В ней есть большой потенциал для любого сотрудника, поэтому там, для тех, кто только начинает искать своих клиентов, я советую выбирать компании побогаче, и пытаться им предлагать свои услуги, как бы попытаться себя адаптировать под то, что нужно компании, потому что они гарантированно заплатят просто больше, потому что у них больше есть своих бюджетов. Ну, конечно, нужно оценивать и свои возможности. Вот. Но я все-таки, я считаю себя универсальным солдатом, поэтому я все-таки ищу в начале компании. А можем ли мы дать какой-то алгоритм новичкам, зеленым копирайтерам, что нужно, вот, шаг за шагом, что нужно сделать, чтобы его это привело к клиенту, к получению клиента именно? Хороший вопрос. Что он должен делать? Я всем советую, ну, естественно, это, как бы, банальный совет, но это так, начинать со своего резюме, потому что резюме – это то, что презентует копирайтера, в частности, вот это прям его сфера. Если у него плохое резюме, соответственно, он, скорее всего, и плохо пишет. То есть первое – это составить резюме. Да, да, составить резюме, оно поможет и самому сотруднику, потому что он хотя бы поймет, что он умеет делать, потому что сейчас такова специфика интернета, что она вся построена практически полностью, там, если не считать, там, видео, контента и визуального, она построена на текстах, и даже та часть работы, там, с видео или с картинками, она все равно так или иначе в ТЗ где-то прописывается словами, и мы все общаемся словами, поэтому копирайтер – это все-таки важнейший человек, ему важно понять, что он, в принципе, с чем он может работать и на каких этапах. Вот, то есть резюме – это главное. Если у человека опыта работы мало, он не может похвастаться, там, списком компаний, разнообразным опытом, то ему достаточно написать, что он, в принципе, готов работать или в чем он готов себя попробовать. Вот, после того, как он это составит, можно поискать на любых сайтах трудоустройства, собственно, компанию, у которой нужен кто-то подобный или у которой потенциально может быть много работы для такого человека. Если, например, ты закончил журфак, и вот ты прям тащишься от того, что ты пишешь какие-то лонгриды, то попробуй найти или бренд, который работает с вот этим вот контент-маркетингом на 100% или которого ты видишь с такой стратегией, но это уже чуть сложнее, потому что ее нужно будет продумывать, вот, где есть хотя бы ниша, в которой ты можешь поработать, и не говори, что ты для них сможешь сделать все, а предложи у них хотя бы поучиться. Мой трюк, который всегда срабатывал, когда я пыталась заинтересовать каких-то работодателей, вот, это сказать, что они сами могут оценить мою работу, как они считают нужным. После того, как она будет выполнена. Да, 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 вот когда меня спрашивают, сколько я это стоила, если это особенно пробное задание, пробных, тестовых я вообще никогда не выполняю, вот, но я предлагаю, да, вы можете не заплатить, если вам не понравится, вот, ни разу не было такого, чтобы не платили, кстати. Ну, было такое, что не нравится, все, у всех разные вкусы, не всегда можно с первого раза попасть в яблочко, вот. И в таком случае, да, компании на это ведутся, понимают, что ты трезво оцениваешь свои возможности, а главное, что у них есть способ влияния на тебя и оценить твои возможности, что они застрахованы в каком-то смысле вот этим подходом, вот. Да, и не боятся стучаться. Ты сегодня занимаешься поиском клиентов? Или уже просто находят тебя? Я никогда ими не занимался, просто я не знаю, я, наверное, плохой пример маркетолога. То есть я очень, я неправильно делаю все вот в плане маркетинга, в плане поиска клиентов, обработки клиентов. Я просто делаю то, что мне нравится. Грубо говоря, сейчас понятное дело, что Инстаграм это главный инструмент, главная площадка для рекламы, для саморекламы. И вот есть люди, есть там ведущие, например, я их знаю в Днепре, например, даже, они классно ведут Инстаграм, который нравится невестам, вот сто процентов. Они говорят слова, которые нравятся невестам, они делают фотографии на фоне арок, все, что нравится невестам. Они вот все делают так, что точно понравится невестам. Я так не могу. То есть ты хочешь сказать, что твой Инстаграм невестам не нравится? Каким-то нравится, но в то же время я понимаю, я это действительно понимаю, что какому-то проценту людей не нравится. Я, может быть, какому-то иногда, я шучу, дурачусь часто, делаю те вещи, которые мне нравятся. И вот если, и почему я так делаю? Я же мог бы вылизанный, идеальный Инстаграм вести, чтобы не к чему придраться. Придраться, есть такое слово. Но, если не на моменте встречи, значит, на каком-то другом этапе, возможно, как-то несостыковка у нас произойдет. А так сразу. Они видят мой юмор, они видят мой стиль подачи информации, мой вообще стиль, в принципе, вот общения и так далее. Если им это подходит, классно, давайте общаться. То есть ты хочешь сказать, что все мероприятия ты выдерживаешь в каком-то своем стиле? То есть ты не можешь, например, быть спокойным, очень сильно серьезным и так далее, если тебе скажут, Женя, сегодня мероприятие такое, держи себя, пожалуйста, в руках. Да нет, могу. Я же адекватный человек. Я понимаю, что, например, грубо говоря, в церкви нельзя танцевать, не надо танцевать, скажем так, на пляже не надо быть в шубе и так далее. Даже если я хочу быть в шубе, ну я могу, в принципе, быть в шубе, но я отдаю себе отчет, по крайней мере. То же самое на мероприятиях. Я же вижу формат мероприятия, статус мероприятия, гостей на этом мероприятии, вообще атмосферу мероприятия, и я понимаю, что я как адекватный человек понимаю, как себя вести вот в этой ситуации, в этом контексте. Но все это я делаю, не играю какую-то роль, и вот в любом из этих форматов я являюсь собой. То есть я никаких маски никакие не надеваю на себя. Какие ты советы можешь дать тем, кто хочет, кто мечтает о том, чтобы стать ведущим, кто мечтает заниматься ивентами и быть вот на сцене, говоришь, как ты? С чего нужно начинать? Это даже не советы, а буквально конкретные шаги. Первое, второе, третье. Например, нужно много читать или нужно много смотреть Урганта или что еще? Читать определенно да. Для словарного запаса? Да, а не такого, как у меня, потому что я мало читаю. А мы видим сегодня. Окей, много читать, раз. Да. Вообще интересоваться вот всем, быть любопытным, быть интересующимся человеком. Это очень плохо, если ведущий, все, что он умеет, это только вот вести мероприятие. А что он еще должен умеет делать? Да он просто должен быть личностью интересной. У него должен быть бэкграунд какой-то. Он должен интересоваться, не знаю, и искусством, и музыкой, и машинами, и мероприятиями, и какими-то, не знаю, историей, и так далее. Потому что он же не всегда будет всю жизнь с микрофоном на сцене и говорить только об обряде передачи семейного очага. Он же должен быть просто интересным человеком, с которым интересно поговорить. Даже во время встречи гостей, пока гости собираются, просто без микрофона подойди ты, пообщайся с гостем. Быть просто интересным человеком, интересной личностью. Это даже не для сцены, не для гостей, это для себя нужно. Я думаю, что каждый из тех людей, которые на сцене, смотрят на нас с экранов, они все не только с хорошей дикцией и говорят хорошо слова. У них еще есть что-то в голове. Они как-то, откуда эти шутки, эти фразы, эту информацию формулируют. Из каких-то полочек они достают эту информацию. И вот нужно, чтобы было как можно больше этих полочек, и чтобы они как можно больше были забиты. Типа, очень банальные, мне кажется, вещи. Я думаю, что сейчас, наверное, я уже достиг того, как бы, опыта, уровня, скажем так, я не знаю, как это правильно оценить, ну, такое, я не знаю, опыта в работе, что такого, короче, граничного значения знакомства, нетворкинга, что сейчас у меня уже 90, наверное, процентов проектов, которые я делаю, это уже inbound, то есть входящие проекты через знакомых, через старых клиентов, и поэтому ищу я сейчас очень мало. Я занимаюсь, конечно, биржей иностранной, чтобы искать иностранных клиентов, потому как мир большой, и там я до сих пор, к сожалению, неизвестен. Вот. Но было бы неплохо и как бы дойти до того, чтобы все заказчики у меня теперь были, к примеру, иностранные. Но да, я думаю, можно и поискать, в принципе, ничего сложного в этом нет. Давай для новичков попробуем сгенерировать несколько обязательных таких работающих шагов, которые нужно выполнить, сделать, чтобы получить клиента. Угу. Ну, я думаю, для новичков и, в принципе, для всех, как бы, кто хочет в любой момент там поработать, к примеру, не над большими проектами или какими-то штуками найти что-то новое, всегда остается стандартными инструментами. Это биржи, СНГ биржи, русскоязычные или иностранные. Зачастую это там freelancers.com, upwork, как-то так. Там система профилей и ты должен подавать заявки на те или иные проекты, которые заказчики, собственно говоря, там выкладывают. Первый период времени будет очень тяжело, потому как там система профилей работает таким образом, что у твоего профиля есть отзывы, рейтинг количества выполненных проектов и, собственно, если ты только зарегистрировался, у тебя вот твоего профиля везде будут нолики и это не очень хорошее доверие вызывает у заказчиков и поэтому первый проект, чтобы пробить, так сказать, этот стеклянный потолок найти будет достаточно нелегко, то есть это не полчаса времени, некоторые люди там две, там, три недели, месяц могут этим заниматься, кидать вакансии, заявки на вакансии, на какие-то проекты и там и продолжать, но тем не менее это можно сделать и это дорогу осилит идущим, можем так сказать. Окей, первая биржа, что еще? Второе, в социальных сетях, я думаю, есть очень много групп, там, дизайнеры, ищут работу для, тоже, так сказать, удаленной работы, куда непосредственно заказчики выкладывают свои проекты или же люди, к примеру, там, которым нужен дизайн, но они сами тоже работают, то есть это бывает программисты ищут дизайнера себе там в помощь, там, в пару, чтобы работать с ними или как-то так, либо же другие дизайнеры, которые не справляются с объемом работы, которые у них есть, выкладывают туда какие-то проекты, которые они не могут, не успевают выполнить, то есть в социальных сетях это очень развито. Сейчас очень развито, еще в Телеграме, к примеру, каналы. Ну, то есть, всегда нужно стремиться везде всем доносить, что, чем ты занимаешься, чтобы так или иначе об этом узнал, как можно больше людей. То есть, если прямые, там, к примеру, продажи своих, там, трудочасов, скажем так, в социальных сетях ты должен везде это писать, ты должен постоянно постить, что там, я занимаюсь, ну, дать знать всем своему, своему окружению, что ты чем-то занимаешься, потому как сейчас весь этот наш диджитал мир раскручивается в объемах таким большими темпами, что сейчас так или иначе практически все люди, всем людям требуется, или там, и знакомым этих людей требуется что-либо, я не знаю, в вебе, или там, как-то так. Поэтому в любом случае можно найти какие-то знакомых, там, кому там что-то нужно, или в социальных сетях найти знакомых, знакомых, в общем, как-то так. Главное дать знать людям, чем ты занимаешься. Конечно, всегда нужно заниматься поиском клиентов, и как бы мне не казалось, что наш город такой маленький, вроде бы там, и те знают, и те знают, но все равно нельзя на этом останавливаться, все равно проходят люди, которые там, ой, а я не знаю, что такое миссис Норрис, и ты думаешь, блин, ты вроде бы там и с теми общаешься, и с теми, и там рекланируешься, и как-то и там партнеришься, и все равно есть люди, которые не знают, и каким бы маленьким город мне ни казался, все равно у нас есть много людей, которые не слышали, не знают, и над этим нужно работать. Молодому представителю твоей профессии, если он хочет работать сам на себя, у тебя есть рецепт, как завлечь клиента? Как найти хотя бы его? Все очень просто. Садишься, берешь листочек, ручку и пишешь, с кем ты можешь посотрудничать. То есть там, допустим, на тот момент у меня были цветы, и я садилась и прописывала себе, так, где часто проходят люди, где могут замечать цветы. Мы сотрудничали тогда, я просто написала в Инстаграм «Проба магазины». Это потом мы уже с Ниной стали подругами. А изначально я ей написала и говорила о том, что давайте мы вам будем ставить цветы в обмен на рекламу. Реклама в Инстаграме, реклама там просто локально. Точно так же какие-то салоны красоты с возможностью доставки до этого салона сделать просто какие-то выгодные условия, что там на ресепшене будет стоять букетик, а мы будем доставлять бесплатно к салону и там скидка 10% на букеты. Потом рестораны, кафе, рестораны очень тоже это прекрасная возможность прорекламироваться. Мы иногда так сотрудничаем «Три Бобра», объект, просто когда у меня остаются какие-то цветы, и там все самамщики нашего города уже пофотографировали все с цветами. Но есть цветы, которые жалко выбросить, но они еще какой-то как-то могут еще пожить, то есть какое-то время еще могут пожить. Я просто звоню ребятам, говорю, мы там вам поставим снопик с рекламкой. Ну окей, как бы и нам какая-то реклама, и им приятно. Просто садишься и прописываешь все возможные варианты, где бы ты мог поставить цветы, где бы ты мог их увидеть. И точно так же со всем. Я до сих пор прописываю себе пути партнерства. И вот именно когда я начинала, партнерство сыграло очень большую роль. Я просто заходила, у нас тогда на Ленина открылись в СЛ и Карамеле. Я зашла туда, попросила администратора, и просто началась с ней разговаривать о том, что вот у меня есть магазинчик, мы открываемся, а сколько стоят конфетки, а если они будут продаваться. И в итоге мы договорились за оформление витрины. И вот так как-то пошло, пошло, поехало. Только потому, что нужно идти и разговаривать, и не бояться, потому что это твое дело, и только ты им горишь, и только ты можешь это все продавать. Как ты регулируешь отношения со своими клиентами? Подписываете ли вы какие-то там бумаги, когда договариваете съемки, либо вы просто договариваетесь и, скажем так, верите друг другу на слово? Ну, в принципе, да, устной договоренностью. Никогда не было такого, чтобы подписал какой-то контракт, договор? Наверное, есть некоторые структуры, которые там как нужно просто написать расписку, да, там, за предоставление услуги и за предоплату, да. Так, наверное, договора там какие-то там я составлял раза два-три в своей жизни. А был ли когда-нибудь у тебя клиент, который этим пользовался и не платил тебе за сделанную работу? Нет. Никогда такого не было? Были случаи, я, наверное, сейчас их не вспомню, когда, ну, что-то там начинались какие-то вот задним числом, мы думали об одном, как... Получились фотографии другие. или, может, недопонимания, или, может, просто слишком хитрые ребята такие вот попались там, да. Как нужно разруливать эти вопросы? Когда клиент включает заднюю и не хочет платить, выдумывая или, может быть, действительно высказывая вот какие-то замечания или соображения о том, что получилось не то, что он хотел? Это все частные случаи. Нужно смотреть и анализировать ситуацию сам для себя, пытаться выяснить, что... за счет чего. Если, ну, протуп был мой, то, ну, я пытаюсь его как-то сгладить. если это непонимание со стороны клиента, что он не понял, что я могу предоставить, что ему, то есть, ну, это просто объясняется. То есть, ну, это, наверное, может быть даже принципиально. Да, я очень плохой, плохой пример вообще маркетолога и какого-то образца, что ли. Нет, вот на словах. Ни одного договора в моей жизни на моей памяти еще не было. А был ли когда-нибудь клиент, который тебе не заплатил? Была ситуация, когда клиент хотел не заплатить. Это были, была свадьба, были, если не ошибаюсь, представители милицейских структур, или уже, да, милицейских, тогда еще. Все прошло нормально, все классно прошло, но к моменту, когда мы уже, уже был в свадьбе, на свадьбе конец торт, после которого уже просто свободная программа, где ведущий уже, как правило, не нужен. Я подошел, поблагодарил, спасибо, он такой, подожди, а вот еще там, гостей 30, стост предоставь им, на свадьбе всего человек 120 было, то есть, нереально, ну, то есть, в принципе, нереально, чтобы все сказали, но он, пьяненький, милиционер, говорит, нет, бро, надо, надо, я тебе не заплачу, я, блин, мне так обидно стало, просто мне, как творческий, ну, такой творческий человек, мне, мне, как бы, ну, я же, в принципе, не про деньги, мне это, как приятный бонус, просто мне нужно, реально, в магазине, за что-то купить товар, за шутки, я не куплю товар, нужно, как-то, вот, что-то дать, какую-то бумажку, я, просто, ну, как бы, неплохо было бы дать мне денег, в конце, это, в принципе, моя позиция, в конце мероприятия, если хотите, вот, можете заплатить, ту сумму, о которой мы говорили раньше, вот, и, я говорю, блин, во-первых, это неуместно, это незачем, гости уже отдыхают, уже это, то есть, зачем яду прервать, ну, это нелогично, зачем, но он включил, включил, упрямого человека, да, я, ну, окей, ладно, в принципе, я не обеднею, я, просто, унижаться точно не буду, там, просить, вымаливать, окей, я прошел, просто подошел, ко мне один гость подошел, попрощался, спасибо за вечер, там, минуты полторы пообщались, ко второму, третье подошел, четвертое подошел, и прям, многие гости подходили, ко мне начали прощаться, и благодарить за вечер, я говорю, спасибо, да, вам тоже спасибо, было, мне приятно было поработать, и вот, видно, жених все это видел, со стороны, и совесть, видать, все-таки, где-то подошла, к рту, и он озвучил слова, вот, ладно, прости, погрешися, но ты объявил еще этих 30 тысяч? Нет, нет, ну, потом это правда было нелогично, это не за чем было делать, один раз было, это был Бердянск, это была свадьба года два назад, на Берегозовском море, там отельчик есть такой, и я подвожу к тосту, и там, допустим, я не помню, например, я сказал, грубо говоря, тост, там, Наталья и Александрия, читаю, Наталья и Александрия, поднимаю голову, и вижу, встает, ну, явно не Александра, а прям такой огромный, лысый Александр, я такой, ой-ой-ой, я, ой-ой-ой, я, наверное, пошел покупаюсь сам, без вашего, ну, в общем, на шутку перевели, это нормально, все посмеялись, но просто, да, Александр, Александра, вот в этом была загвоздка. Я обычно, как ни встану, наверное, это неправильно, но, я не давлю обычно клиента, не требует него подписания документов, и вот за эти годы очень редко было такое, что там нужно было прямо спорить и с кого-то выклачивать деньги, хотя было, но это не было связано с порядочностью клиента, было связано, скорее, с трудными экономическими ситуациями, вот там, в стране, просто у клиента не было денег. вот у него нет денег, он может тебе, не знаю, компьютер дать за твои зарплаты, вот, и ты уже думаешь, да, ну ладно у него, и так тут уже с бизнесом проблемы. когда тебе платили чем-то? Я натурой не принимала, ну когда-то было, но у меня уже выветвились, мне кажется, эти ситуации, но вот я помню, да, что там, когда гривна подскочила, у всех резко закончились деньги, там началась такая паника, вот, тогда, конечно, были проблемы, но я как-то отпускаю эту ситуацию, я понимаю, что это издержки профессии, все эти вещи. У меня были ситуации, когда нужно было подписывать договоры, передачи авторских прав, но это касалось художественных текстов, и клиенту было важно получить гарантию того, поскольку издательство, издательский процесс, он такой длительный, вначале ты пишешь, потом продаешь эти авторские права, но по сути автор может их продать кому угодно, потому что там авторское право, вот, имя автора на произведение, оно неотделимо от человека, соответственно, если ты не подписал такой договор, то ты можешь еще там пяти издателям в этот момент передать этот текст, и они издадут, например, раньше, чем твой заказчик, который тебе заплатил, вот, в этом случае, понятно, желание заказчика это все урегулировать и как-то получить гарантии, что там его большие деньги будут все-таки вложены, а не он их потеряет из-за того, что опоздает с изданием, вот, в целом, конечно, редко, есть большие компании, у которых просто, у них корпоративный стандарт такой, что они подписывают даже на небольшие какие-то работы, контракты, ну да, когда инициатива такого контракта с их стороны, обычно они приглашают юриста, там это все написано, ну, по моему опыту, даже эти контракты, там весь этот текст мелким шрифтом, он очень редко исполняется, и в итоге тебе все равно эти деньги передают какими-то дикими частями, не так, как написано, ну, и никто на это не обращает внимания, так что, с моей стороны, нет, но у меня есть правило, например, я не веду ни коммуникацию, там, связанную с, там, обсуждением гонораров, и т.з. в устном виде, вот, и также я очень редко обсуждаю правки в устном виде, там, даже если это какой-то аудиоразговор, то он все равно мне записывается, соответственно, я это предъявляю потом, если есть конфликтные ситуации, но я не знаю, то ли у нас такой рынок, то ли нужно иметь чутье по поводу людей и заказчиков, там, кто честный, кто нечестный, потому что мне очень редко приходилось применять там какие-то особые, там, вот эти мои записи, там, кому-то тыкать, обычно можно договориться. Расскажи о ситуации, когда приходилось, ну, то есть ситуация, когда клиент не захотел платить, и как ты вот разруливала этот вопрос, у тебя же нет юриста, которому ты скажешь, реши вопрос там, да? Как я говорила, я контракты крайне редко подписываю по своей инициативе, и вот один, все-таки это меня довело до сложной ситуации, значит, был клиент, это было, по-моему, рекламное агентство или что-то такое, которое заказывало много всего, а потом резко там их бюджет лопнуло, они поняли, что они инвестировали слишком много, в общем, денег нету, вот, денег нету, компания разбегается, всех сотрудников уволила, все продала, но, естественно, фрилансеры получают деньги в последний момент, потому что перед ними, естественно, нету обязательств, их вообще никто не видит, максимум можно в скайпе понадобедать таким людям, вот, и компания была в Киеве, я была в Днепре, и все отягощалась тем, что она была там должна, ну, не знаю, где-то долларов 500, по-моему, на тот момент, все равно это были большие деньги, потому что это был 2013 год, вот, а мне нужно было этим же летом, вот, буквально, там, в начале, в начале месяца уезжать в Польшу, я там была несколько месяцев, там был большой проект, никак не связанный с моей специальностью, но на который я должна была уже присутствовать, у меня уже были билеты, я понимала, что если я вот сейчас не решу этот вопрос с этим человеком, с директором, который ницный, кто остался, еще поддерживает какую-то коммуникацию, потому что, я говорю, все разбежались, там, получили свои какие-то копейки, которые смогли поделить, и все, то мне, скорее всего, уже все забудется через три месяца, вот, и я приехала в Киев с Чеваданом, назначила ему встречу в офисе, и попросила еще одного коллегу, который со мной на этот же проект ехал, говорю, сейчас будешь изображать, что ты мой юрист, ну, и проанонсировала директору, что я приеду со своим юристом, мы подпишем документы о том, что, какое-то обязательство долговое, что он вот выдает мне через такое-то время с таким-то процентом, чтобы он готовил эти документы, но директор был порядочный, он очень испугался, он со мной подчеркнуто вежливо все это время общался, вот, я ему подчеркнула то, что у меня еще самолет, и у нас очень мало времени, и это также влияет на мою как бы сговорчивость в этом вопросе, а в итоге так получилось, что там самолет перенесли, или я уже не помню, что происходило, а в общем закончилось все тем, что директора чуть ли не, то есть у нас не получается приехать к нему в офис, есть там, мы находимся там на Майдане на ЗЛЖ, и вот у нас есть там последние полчаса, чтобы мы успели на самолет, вот, я уже думаю, все пропало, мы с ним не встретимся, но он все-таки приезжает, мы встретились как бы с моим юристом, и с ним, по-моему, в пузатой хате, вот, он принес с собой все документы, мы написали, действительно написали от руки это долговое обязательство, там, к какому моменту он это все выплатит, проговорили проценты, мой коллега, как бы хорошо сыграл эту роль, у него тоже все получилось, вот, и после этого, вот этот, собственно, директор еще и нас отвез в аэропорт, очень сильно извинялся, и все-таки день в день он все заплатил, но это, наверное, самое забавное, что было, вот, мне кажется, что вот в моих выяснениях отношений больше всего играла роль, вот, в качестве совета тому, кто будет работать, от людей очень сложно чего-то добиться, просто их запугав из того, что я поняла, вот, проще с ними договариваться, поэтому я всегда пытаюсь найти общий язык и понять, человек может заплатить или нет, то есть это он, потому что он, не знаю, жадничает, или в чем ему проблема, чем ему не нравится продукт, может быть, есть смысл, это же его деньги, как-то довести до ума, и вот такой способ переговора всегда работал, если уже доходит до того, что очень непорядочный, непорядочный заказчик, и нужно как-то на него надавить, да, я рассказываю про юристов, про то, что я сейчас в частное агентство обращусь, я никогда этого не делала, честно, но всегда так говорю, и вот, не знаю, может быть, сама в это верю, что я пойду там разбираться, сразу буду, вот, но после этого обычно ничего хорошего не происходит, когда ты начинаешь угрожать, то есть очень нехотя, и такие люди, они потом не рекомендуют тебя, что очень важно, вот как я говорю, у меня следующие клиенты, они происходят из предыдущих, а вот те, которые что-то там недозаплатили, я им пошла навстречу, то такие, отзываются, они потом, у них же не вечно там черная полоса происходит, они потом тебя имеют в виду, знают, что с тобой можно договориться, больше доверяют, и потом это выливается в какие-то другие деловые контакты. Ну да, сейчас я подписываю договор работ, через ФОП свой, вот, и да, оговорим, то есть в приложении к договору, оговорим, какой-то список работ, но зачастую договоры, это просто бумажки, которые обезопасивают, обезопасивают, вроде как обе стороны, обоих контрагентов, используем умное слово, вот, ну а, зачастую лучше оговаривать и прописывать это более подробно в каких-то, не знаю, документах, которые не подлежат подписи, просто в приложении к договору ты это все не опишешь, в приложении к договору этим сухим языком юристов, там обычно идет просто договор на разработку программного забеспечения, если это так как-то там звучит, ну и там какой-то перечень, и в каждом из этих пунктов этого перечня может там уже лежать большое количество страниц, то есть там главная страница, а сколько делать ты это будешь главную страницу, никак, ну просто какие-то человеческие отношения, договариваться, договаривать заранее, сколько времени ты потратишь на ту или иную часть работы, сколько времени ты потратишь на всю работу, выставлять какие-то конечные сроки, дедлайны какие-то, стараться их успевать, если, ну, понятное дело, что не всегда будут успеваться все дедлайны, стараться заранее предупреждать о том, что ты не успеваешь, там по той или той причине, то есть, чтобы это не было постфактум, ну то есть, просто поддерживать какие-то человеческие отношения, держать в курсе человека, с которым ты работаешь. Это формальность или реально этот договор в случае чего может сработать, или, скажем, твоей защитой? Нет, не думаю. Я думаю, в Украине затраты, которые ты потом потратишь на юридическое сопровождение судебного процесса по невыплате, к примеру, по тому или иному контракту, будут гораздо превышать сумму этого самого контракта, и поэтому вряд ли кто-то будет этим заниматься, в принципе, если мы говорим о фрилансерах. Это формальность, это формальность просто, чтобы, зачастую это формальность. Конечно, ты можешь заниматься ради чувства справедливости, добиваться какой-то правды ради своих, условно говоря, если ты начинаешь какой-то там фрилансер, ради своих 200 долларов в течение трех месяцев. Приходилось ли тебе это делать? Нет, я всегда оценивал трудозатраты, которые мне потребуются на, собственно, весь этот процесс, по сравнению с тем, насколько быстро я могу в другом месте заработать, на другом проекте эти деньги, и я просто как-то не делал этого. Это не говорит, конечно, о том, что стоит постоянно мне платить, потому что я ни с кем не буду судиться. Таких случаев, что клиент пропал, было, наверное, два за пять лет опыта. То есть ты не заморачиваешься? Ну, может, три, что-то такое. Ну, типа, и два из этих разов они потом появились и заплатили, и это было, ну, ок, суперкруто. Один, который полностью пропал, вообще не заплатил, был только, наверное, один раз. Вот эта статистика у меня хорошая, кстати, не задумывался никогда бы. Завидно. Ну, да, были моменты, когда мы разорвали, там, к примеру, отношения, что его не устраивала, там, скорость работы. Честно говоря, я, к примеру, тайм-менеджментом в хорошем отличаюсь, наверное, только последние пару лет на этапе, на заре, скажем так, моей карьеры. Я тоже там очень много фокапил, не выполнял там сроки этой работы, мы там много ссорился с разными клиентами. Было такое, ну, чего греха таить. Вот, и разорвали какие-то отношения, там, часть оплатили, и все, дальше не продолжали. Такое, да, такое было достаточно много. А так, чтобы он вообще просто канул в лету, так, ну, в прорубь, так, лать. Вот, такое было, да, только вот. Вот про тайм-менеджмент ты упомянул, я хочу тоже немного об этом поговорить. Ты работаешь дома, в кофейнях где? Как ты организовываешь свое рабочее пространство? Где ты любишь работать? Ну, последний период времени я работаю, наверное, в офисах у друзей своих, там, у тех или иных, как-то гастролирую, я не знаю, если это такое себе слово, конечно. То есть ты приходишь в просто соревнование, там, с дешей, дешей, дешей. Да, это может быть в коворкинге или в кофейне. В кофейне мне просто не очень нравится, потому как у нас слишком хайповые кофейни, в которые все идут якобы поработать, в итоге ты приходишь, открываешь ноутбук, и каждые 15 минут привет, как дела, привет, как дела. И еще с каждым выходишь покурить сигарету, чтобы обсудить, ну, и продуктивность, конечно, конкретно падает. Да, ну, собственно, более подробный, развернутый ответ на вопрос, как дела. Вот. Поэтому в кофейнях, ну, многим удобно, конечно, мне, ну, как бы, не очень, ну, мне не очень нравится. Прийти туда с кем-то уже поговорить детально о том, как дела, норма, работать, ну, такое себе. Вот. Я понимаю, о чем ты спрашиваешь, наверное, потому что у многих людей теоретически может возникнуть проблема, как работать дома. Да. Вот. Типа, влияет ли домашняя атмосфера на работу? Тяжело мне давалось, но на каком-то моменте, когда пришлось работать дома, я там тоже, как бы, никак не мог полностью, типа, ну, у меня был проект на 9 месяцев, вот, я рисовал все 9 месяцев один и тот же проект, и первые, там, пару месяцев я как-то, там, то в кафе ездил, там, то ли в кофейне в какой-то работал, там, может, у кого-то в офисе, там. Ну, как-то такое не было у меня выработанного этого. Но потом я как-то собрался с мыслями и втянулся и за месяц, наверное, там, второй или третий месяц этого проекта у меня был. Я научился дома не смотреть в сторону кровати, типа, или кухни, где можно, там, полежать или пойти покушать, вот, и перестал разлагаться в домашней атмосфере, ну, и научился какому-то, ну, типа, волевому решению сесть и работать. Если ты уже сел и работаешь, то все, типа, ничто не должно тебя отвлекать. Ну, в итоге получается каждый раз по-разному, но в целом раньше, когда я был помладше, наверное, вот, я тоже думал, что вот, я сова, мне комфортнее встать в 12, а какой-то, там, период продуктивности у меня начинается после шести вечера или ночи, или что-то в таком духе, я опытным путем, эмпирическим, скажем так, пришел к тому, что режим. Режим дня, не зря люди придумали, как бы, люди, которые у тебя что-то заказывают, или если кто-то с тобой вместе работает, скорее всего, как бы, этого режима придерживаются, и им удобнее будет с тобой коммуницировать, ну, и, как бы, не зря это все делается. Я всегда этот график для себя выстраиваю, и вот, там, каждый раз летом ты говоришь, вот, я начну вставать в 6 часов утра, вот, чтобы чуть ли не раньше кататься на велосипеде, и потом все, ты что-то... Бывает, такие вот, какая-то неделя, и ты просто такой, молодец, встал в 4 утра куда-то даже, там, уже, там, то есть в 7 часов ты уже назад приезжаешь, там, на велике, и потом опять это все куда-то съезжает, с этими всеми обработками, и ты просыпаешься. То есть засиживаешься поздно, просыпаешься поздно. Да, да, и я, как бы, об этой проблеме знаю, пытаюсь все время ее для себя выстроить, решить, но в систему как-то не могу для себя... Тебя вообще это напрягает? Такая легкая неорганизованность? В принципе, меня это не напрягает, как в общем, в жизни, да, но осознавание того, что надо все-таки как-то себя получше организовывать, это напрягает. То есть, ну, когда я много, вот, просыпаюсь поздно, то я начинаю даже нервничать. Как столько там, такой кусок дня уже прошел, можно было столько сделать, там, и, а ты вот только тут глаза продрал, идешь кофе пить, там, зарядку делать. А ты работаешь в офисе или в основном дома? Нет, я дома. Только дома? Не снимаешь там никакие... кабинет? Ну, скажем так, у меня вот зал, это мой офис. Окей. У меня совершенно с этим нет проблем, я обожаю свой рабочий день, и вот после вот моих таких больших кусков времени с фриланса работой, после этого дважды я пыталась работать в офисе, и одна из основных причин, почему я уходила, это потому что график не подходил мне как бы внутренне. Вот, мне не очень нравится утром фиксированное время вставать, потом там идти на час на обед, потом уходить, и после шести вечера совершенно не думать о работе. Вот, обратная сторона, которая, фриланса, которая многим не нравится, это то, что ты, по сути, работаешь всю неделю без выходных, выходные у тебя, когда тебе захочется, или когда у тебя нет проектов, и ты можешь там среди ночи что-то делать, утром, вечером, и также отдыхать точно так же произвольно. Вот, у меня какого-то четкого графика работы нет, он очень часто продиктован проектами, если проектов больше творческих, я их делаю там ближе к вечеру, потому что тогда у меня как-то себя свободнее чувствую. Вот, если проекты монотонные или сложные, или требуют коммуникации, там, сбора данных, я их начинаю с утра на свежую голову, вот, но вот четкого какого-то графика, там, что я в 8 встаю, но я, тем не менее, встаю в 8 в любом случае, там, пью воду, делаю зарядку, потом готовлю себе завтрак, вот, а дальше уже произвольно. Ну, я пытаюсь себе устанавливать 4 часа, 4 рабочих часа каждый день, включая выходные, и вот это, наверное, единственный мой четкий график. То есть всего лишь 4 часа в день? Да, да, я не работаю, я не работаю больше 6 часов в день, вот, но и не меньше 4. А ты арендуешь какое-то место в офисе, помещении или каворкинг, или ты работаешь там, где, вот, по настроению? Здесь Wi-Fi. Я работаю где угодно, я когда-то считала это своим основным преимуществом, раньше я чуть больше путешествовала, ну, и сейчас тоже это продолжается, вот, и мне особенно нравилось, когда, например, у тебя там путешествие из города А, из точки А в точку Б, у тебя там какой-нибудь интерсити-поезд, иностранный, в котором все есть, там розетка, Wi-Fi, вот, и у тебя есть маленький нетбук, и вот за это время путешествия в поезде ты успеваешь там окупить поездку в этом интерсити-поезде, а также свое, там, ночлег в следующем городе. И так это продолжается, и ты себя чувствуешь очень уверенно и устойчиво в этом быту. Так что, да, я не арендую. Иногда у меня бывает такое, что мне хочется вот как бы почувствовать себя, может быть, работающей в офисе. Я периодически там прихожу в какой-то каворкинг, там, посидеть, но это не то, что мне нравится. Мне в таком случае больше нравятся там библиотеки или кофейни, или какие-то такие другие места, может быть, менее исключительно о работе. Вот, но в целом нет. Ты сама принимала решение открыть свое дело, либо же, скажем так, тебя кто-то к нему подтолкнул, посоветовал, намекнул, что вот было бы неплохо, или ты сама вот решила, что я буду зарабатывать деньги сама? Ну, это было больше как прыжок в сторону собственной независимости финансовой. Вот. Мне хотелось... У меня были определенные ограничения в моей семейной еще тогда жизни. И именно это сподвигло меня к тому, что мое упорство и то, что я говорила, нет, я смогу, и я тебе докажу. Вот. Вот именно это меня сподвигло к тому, что я открыла свое дело. И именно это заставляло меня делать свое дело успешно. Смотри, иногда поклонники мужского пола помогают объектам своего обожания развивать свой бизнес путем вкладывания денег в этот бизнес. Были ли у тебя такие ситуации? Или вот все, что ты построила, это вот конкретно твои средства, твои финансы? Ну, какая-то помощь была. Вот. В любом случае какая-то помощь была. Но в основном это все то, что было построено за свой счет. То есть отсутствие этой помощи не сыграло бы какую-то важную роль, не стало бы критическим? Ну, в какой-то момент это подтолкнуло, помогло в плане развития. Но, наверное, если бы этого не было в тот момент, то это было бы, просто понадобилось бы больше времени и усилий, чтобы к этому прийти. А раньше ты работала фотомоделью. Ты сейчас с ним занимаешься? Очень редко. На какие проекты ты соглашаешься из этой области? В основном соглашаюсь на все. Они не коммерческие, абсолютно. Я уже это делаю для души. То есть это не является средством заработка? Нет, нет, абсолютно. Это просто? Абсолютно не является средством заработка. Просто когда-то я ушла из модельного бизнеса, потому что я расставила приоритеты, поняла, что 150-300 гривен в тот момент за показ. То, что ты целый день сидишь, по сути, сидишь, ждешь, пока репетиция, пока тебя накрасят, пока тебе прическу сделают. И вот по кассе ты целый день тратишь за 150-300 гривен. В лучшем случае это было 500. Это было, ого, ничего себе. Как бы я бы могла провести две тренировки, потратить два часа и заработать те же 500 гривен. А ты согласна с утверждением, что карьера частично или полностью мешает личной жизни? Со всеми можно договориться. Я придерживаюсь этого пункта. Когда-то, когда я только начинала, моя карьера встала на пути, и это было прям первое, за чего мы ссорились. Первое, основное, а потом уже дальше пошло. Пошел этот ком. Но это просто был не мой человек. И в итоге все закончилось расставанием? Да, все закончилось расставанием. Карьера была важным фактором? Или первым по важности фактором? Или уже на тот момент второстепенным? Для меня карьера была тогда очень важным фактором. Я имею в виду причины расставания. Она была одной из важных причин? Одной из важных причин, да. Ну, мне было тогда 20-22 года. И все было слишком рано. Как бы сейчас у меня, возможно, и то, что я повзрослела, и то, что я встретила своего человека, у меня нет проблем с тем, что у меня вообще, в принципе, не возникает вопросов прийти домой пораньше, потому что мне сказали прийти домой пораньше, а не потому что мне хочется это сделать. То есть, ну, я считаю, что всему свое время. Нужно и повзрослеть, и поумнеть. Но изначально, когда ты создаешь свое дело, нужно быть готовым к тому, что это будет мешать твоей личной жизни. Потому что, ну, мужчины не собственники. Они хотят, чтобы там девушка ночью была в постели или там и днем, и покушать приготовила, и уделила внимание и так далее. А когда у тебя свое дело, и ты горишь тем, чтобы оно приносило прибыль, ну, это не совсем возможно. Потому что ты все свое основное время, все свои силы изначально уделяешь самореализации, уделяешь этому, а потом уже второстепенно. Я тебе ни в коем случае этого не желаю, но если возникнет такая ситуация, когда тебе нужно будет выбрать еще раз, уже через несколько лет, между карьерой и личными отношениями, ты в чью пользу сделаешь выбор? Будешь пытаться договариваться? Ну, думаю, да. Но если этому будут влиять какие-то внешние факторы, допустим, там, что нужно будет переехать, либо, ну, вот, да, переведут мою половинку за границу, там, или куда-то, либо еще, я оставлю карьеру, и я уеду вместе с ним. Если же это сам человек будет давить на меня, чтобы я оставила карьеру, я не оставлю просто потому, что нельзя ни на кого давить. Этот вопрос, наверное, волнует многих, кто видел на разный жанр твоих съемок, и интернету очень известны твои горячие фотографии в стиле ню. А в связи с чем у меня вопрос, который, ну, просто невозможно не задать. Время такой съемки. Ты испытываешь сексуальное возбуждение? Зачем? Зачем такие вопросы? Нет, ты знаешь, наверное, в первые годы два-три, ну, как бы, понятно, что я мужчина, и Абсолютно нормально, да. А потом чувствуешь себя, наверное, как врач. Который не реагирует на это. Да, ты уже больше там, как бы, обращаешь внимание, то есть, как бы, на эмоциональность, взгляд там, да, и как от девушки ты хочешь получить как бы там не только какие-то изгибы, там, а и было, я заметил, что какое-то вот это вот, как ты говоришь, легкое там возбуждение иногда больше приходило на моменте уже обработки, когда-то же из рабочего состояния вышел, не, серьезно, уже, ну, как бы, настолько сфокасистым, ну, что то есть, грубо говоря, когда-то с ней один на один. Ну, я же не какой-то там дикий мужчина, который вышел там, знаешь, там, не знаю, откуда-то с леса сибирского, там, да, и тут женщину первый раз увидел, там, да, обнаженовал. Я, в конце концов, ездил раньше на на Джаст Коктебель, на Нудийский пляж. На Нудийский пляж в течение долгих лет, поэтому как-то, ну, я спокойно отношусь, там, обнаженному женскому телу. Твоей девушке, она не относится к этому ревностно как-то? Ну, просто у меня девушка сама снимает нее, и... Ну, она снимает, наверняка, большая часть только девушек. Ну, да. Ну, вот, это немного другое. Ну, ладно, я ей разрешаю поснимать мужчину. Хорошо. А, смотри, вот, когда приходит девушка и заказывает фотосессию в стиле Ню, вот, вы как-то обсуждаете, вот, для чего это нужно? Это для того, чтобы осталось в памяти. Да. Вот, когда меня спрашивают, я первое, что спрашиваю, для чего нужна эта фотосессия? Какие самые распространенные мотивы? Ну, самые распространенные, порадовать, ну, там, любимого, там, мужа, да, запечатлеть себя, пока не состарилась, и часто бывает для, вот, для работы. Понятно, я понимаю. Это не обязательно, как бы, то, о чем многие сразу же думают. Я понял, сейчас есть всякие интересные сайты, там, и по разводу, и веб-сайты, там, это целая индустрия, ну, А вот, для того, чтобы просто выйти в Инстаграме в топчик, такие причины озвучивают? Мне нет. Нет? Нет. А бывали ли у тебя случаи, когда молодой человек, муж, или что-то, не знал о этой фотосессии, и, не знаю, предъявил тебе какие-то там претензии после этого? Пару раз было, да. Можешь рассказать, как это было? Ну, как бы, это спустя время потом объявляется, был один раз даже с каким-то там, вот, удали там и с угрозами, и я там каких-то, и милицию, полицию, там, не помню. Ты, допустим, поставил эту фотографию себе на сайт, либо там, в Facebook, да, и вот после этого? в Instagram или где-то, тогда, по-моему, еще это был контакт, да, и обычно я говорю, ну, знаешь, я, наверное, вот, как бы, с ней пообщаюсь, и если она скажет, там, да, и вот у нас там какие-то проблемы, ну, это очень такой, шикотливый такой вопрос, в целом, нужно подписывать релизы, если, как бы, конфиденциальную съемку или на, как бы, на съемку, которую, которую ты можешь публиковать. А ты доволен сегодня своим заработком? Да, всегда же хочется больше. У меня нет еще Lexus, например, Теслы у меня нет, я не хожу в вещах дороже 600 гривен, ну, то есть, есть куда стремиться. Ну, можно ли встретить, не знаю, кассиршу, кого-то там, супермаркета, который сказали, вот завтра можешь выйти бесплатно, ну, там, благотворительность, да в жизни она не выйдет, потому, если не заплатит, то и в конце смены деньги. Потому что она это делает, чтобы вот в конце смены получить деньги. Это я сейчас, не обижая кассирш, просто, в принципе, многие люди работают, на работах, которые им искренне не нравятся, они только деньги и ничего больше от них ждут. Я же работаю ведущим, потому что мне это нравится искренне. на сегодня ты довольна своим заработком? Да, вполне. А что самое дорогое ты себе позволила купить вот за последнее время? Ну, вот, часть машины. Как это, часть машины? Ну, часть машины, в смысле, что она не только моя, еще мы с моим молодым человеком ее купили, но моя часть больше. А что бы ты хотелось себе позволить купить, но не можешь? Ну, мне очень бы хотелось дом с бассейном. Это большая мечта, желательно где-то на океане. Вот на это мне еще не хватает пока что. Вот. А из такого вот бытового, простого, но это скорее мечта, на нее можно копить долго, и ей это простительно быть такой мечтательной. Вот. Ну, например, мне очень хочется в Америке пожить. Вот. Но я пока осознаю, что хотя там накопленных средств бы хватило для того, чтобы там протянуть несколько месяцев, то это очень неустойчивый способ жизни. То есть сразу нужно иметь много, потратиться, какая-то непредсказуемость. И вот мне здесь кажется, что прям на совсем такое безоблачное существование в какой-то другой стране, достаточно дорогой, то пока еще не заработало. Тебе комфортно с тем заработком, который ты получаешь сегодня? Ну, нет. Так. Я стараюсь его увеличить. Самое дорогое, что ты позволил себе купить за последнее время? Кредит погасил. На что? Просто на деньги. Что брал кредит? Макбук. Да, ну, не знаю. Ничего особенного. Ну, в отпуск сейчас поеду такое. А платил же его? Ну, да, да. Сколько он стоит? Да, ну, 600, наверное, в тотале я сейчас потратил. Это, ну, отпуск в какую страну? В Грузию. В Грузию. Да. А что бы ты хотел себе позволить, но пока не дотягиваешь до этого? Не знаю. как-то так, в принципе, все бытовые штуки, которые мне нужны, мне есть. Чаще всего, на этот вопрос отвечали машину. А, нет, подожди, машина отвечали на первый вопрос. Что это последнее позволило? Там говорили, закрыл кредит на машину. Или там, мы встлачем там своим парнем или с моей девушкой купили машину. Парни говорили про парней? Нет, девушки говорят про парней. Ну, парни вы там выкупали. Ну, окей. Да, не знаю. Надо как-то более плотно подумать над этим вопросом по той причине, что я, машину, к примеру, мне не нравится. не то, чтобы не нравится, может, и нравится, но я не принадлежу к тем людям, которые, знаешь, там смотрят, и такая, а, вон та машина поехала, вон та, вот это 17-го года, рестайлинг, та, вообще просто, ух, ну, машины себе машина. Я разбираюсь в марках машины, моделях, вот, хорошо, давайте так, ну, чтобы не быть совершенно. комфортно и комфортно, едешь и едешь, и поэтому мне машина пока не нужна. Это как-то повлияет, это то, что я это получу, если я отвечу, как-то отвечу. Нет, там, на шоу без призов. Теслу. Теслу? Ну, это, это не на завтра план, это так, через месяц. Диги, это такая, понятие такое, что всегда, наверное, мало, к чему-то ты привыкаешь, сначала ты хочешь, ставишь какую-то цель, хочу зарабатывать в среднем, ну, понятно, что, как бы, от месяца к месяцу, то есть, это же фриланс, и ты ставишь общую, там, допустим, среднюю, как бы, сумму, которую ты хочешь зарабатывать, ты начинаешь, выходишь на нее, думаешь, класс, все, вот теперь заживу, и ты просто выходишь на другой уровень, не знаю, потребительства, потребности, там корзины какой-то, там еще чего-то, и потом ты понимаешь, ну, как так хочется больше. А ты довольна своим заработком сегодня? Да. Ну, конечно, всегда хочется больше, вот, но, в целом, да. Что самое дорогое ты позволила себе купить за последнее время? Выплатить кредит за машину. Какая у тебя машина? Nissan Juke. Да, я даже не знаю, у меня каких-то таких супердорогих покупок нет. На квартиру я как-то не насобирал, снимаю по-прежнему. Машину, вот, на удивление от многих там людей, я вот как-то не особо и хочу. Ну, наверное, вот, единоразовая покупка самая дорогая, это вот одна из камер. То есть, на тот момент, я ее взял, это было четыре с половиной тысячи долларов. Что это за камера? Canon 1DX, вот, это я купил, как раз, в четырнадцатом году, что самое интересное, вот, да, то есть, говорят, что, провал был, и все там, как бы, плохо было, и я вот, как раз, в июне, по-моему, месяце четырнадцатого года, купил камеру. Это, хочу заметить, это БУ-камера, то есть, новая, она на тот момент стоила шесть тысяч долларов, я ее купил в знакомую, он мне предложил, я сказал, да, хочу, и взял. Хорошо, а что бы ты хотел себе позволить купить, но пока не можешь? Наверное, квартиру, вот, да, хотел бы все-таки свою квартиру, и, наверное, как-то, хотелось бы, хороших путешествий, таких, дорогих, в какие-то места, но не сбитые, и, там, не по горящим путевкам, каким-то там, а, там, хотя бы, раз в полгода. Ну, не знаю, у меня нет такой, какой-то вот, такого нет, у меня есть там план, что летом мы поедем туда-то, туда-то, и, как бы, ну, соответственно, деньги откладываются там на это, сейчас заканчивается ремонт, денег никогда много не бывает, когда у тебя идет ремонт, но есть там планы на будущее, но как бы нет такой какой-то горячки, что вот я хочу туда поехать, но не могу, потому что у меня нет денег. А ты делал когда-либо коммерческие заказы в других странах? Было. Можешь рассказать, что это было? Свадьбы немножко были, и съемка интерьерная. Это одна свадьба была в Бельгии, заказчица была, она сама из России, но она уже в Бельгии живет, и она подарила меня подружке на свадьбу. Такой был подарок. Как бы сертификат на съемку, да? Ну, условный такой. Ну, как бы это был такой подарок, и по меркам, наверное, бельгийским, это даже очень, как она сказала, это самый дорогой подарок здесь на свадьбе. Когда ты слышишь мнение чьего-то или утверждение о том, что из Украины нужно валить, как ты к этому относишься? Ну, это скорее как можно относиться к людям, которые так говорят. Не, я думаю, у всех есть своя мотивация. И валить, в каком смысле валить? Вот, например, в Украине мне очень не нравится климат. Как бы холодно, темно, полгода, это ужасно. И в этом смысле, если иметь в виду, как бы валить на какой-то период времени, то тогда да, я даже не против и поддерживаю. Вот, это способствует потом возвращаться можно с новыми силами. Или валить, например, ради образования или каких-то таких возможностей, а потом вернуться и привнести какие-то новые вещи, насмотревшись за границей. Если говорить о культурной какой-то бедности и ненасыщенности Украины какими-то передовыми событиями, то да, это так, там можно недалеко уехать в соседнюю Польшу и увидеть, что даже в каком-то рядовом маленьком городе, который ничего не обещает с точки зрения количества жителей по украинским меркам, там может происходить передовые события. И вот эта децентрализация там гораздо более развита. Маленькое немецкое село может иметь там лучший музей в Германии или какой-нибудь очень специфический, в который будут ездить именно благодаря этому. В Украине пока такие инициативы не развиты, хотя они тоже есть. И из-за этого как бы не все хотят их ждать или иметь к ним отношения или работать над ними, потому что это очень тяжело. Поэтому да, такую точку зрения я тоже разделяю. Но в моем мире я бы ездила бы туда-сюда. Я вообще себя не вижу на каком-то месте очень долго, хотя я родилась в Днепре и сюда периодически возвращаюсь, но я очень много отсутствую в городе. И такой метод мне очень нравится. Да вот как-то не особо хорошо. То есть я в принципе люблю Украину. То есть мне здесь нравится. Мне, конечно, всегда хотелось, чтобы здесь было лучше. И я, наверное, как всегда оптимист, и считаю, что все будет хорошо. Валить не хочется, потому что мало где нас так же прямо ждут. То есть легче куда-то съездить, поработать. Посмотреть. Отдохнуть, да. То есть может быть временно где-то пожить, там три месяца, там полгода. Ну в принципе, да, я такой вот патриот. Когда ты слышишь, что из Украины пора валить, как ты к этому относишься? Как и минимум с пониманием. Потому что ну все же мы ходим по этим улицам, все же мы ходим по этим инстанциям, все же мы ходим по этим госучреждениям, все же мы пользуемся тем уровнем услуг, которым мы пользуемся, одним общественным транспортом, все же видим, все же смотрим в одни и те же глаза людей, которые вокруг нас, слышим разговоры, о чем люди говорят, какие проблемы у людей. И понимаем, что и в то же время, если мы путешествуем, то мы увидим вот другую картину. 500-600 тысяч километров разницы, а миры разные. То есть люди вот просто родились, они живут в этой среде, они не понимают даже, что есть вот как, они знают, вот на карте Украина, ну там песни красивые, это все, что они знают. Они не ходят по этим улицам, они не живут этой жизнью, они не понимают, насколько это большая колоссальная разница. И вот когда люди хотя бы через картинки, хотя бы через, не знаю, экраны телевизоров из Европы, или тем более приезжая в другую страну, видят совершенно другой уровень жизни, и они задаются вопросами сразу. Очень много вопросов сразу возникает. А почему так? А подождите, почему мы живем не вот так, как эти люди? Ну хорошо, я сделаю там, ну я сделаю клумбу возле подъезда, хорошо, я сделаю какой-то вклад, ну а дальше, я же, вот а дальше, все тут прям, ну полностью все очень, как-то прогнило, что ли. Это я сейчас говорю, как 46-летний человек, да? Нет, ты говоришь то, что думаешь, и это главное. Вот поэтому я с пониманием отношусь к людям, которые, которые просто у них, или отчаяние, или боль, или что это, или просто, просто нормальное, нормальное желание жить лучше. Есть люди, которые вот, у них, просто больше, может быть, большая доля, какого-то, не знаю, патриотизма, какой-то, не знаю, я не знаю, что-то за чувство, которое вот люди остаются здесь, нет, я здесь сделаю лучше. Это насколько сила воли у этих людей большая, которые вот хотят, вот в этих условиях, что-то все-таки у них возникает, еще остается желание что-то сделать. При том, что люди, насколько люди, вот остальные, им плевать на то, что ты там делаешь что-то лучше. Таких примеров масса, когда что-то люди сделали, утром ты приходишь, и это уже, разоломано. Да. И вот, и вот после, два, три раза, так четыре раза делаешь, и потом руки опускаются просто, да что ж такое-то. Ну как вы, ну е-мое, ну вы же, ну хорошо, ну ты сейчас, блин, ну вот такие вот мои слова. Ты не понимаешь просто, как людям может нравиться жить вот в этом. Ну, каждый делает свой выбор. Нужно, нужно. Ну как бы, я сама такой человек, что, наверное, если будет возможность куда-то переехать, точнее, ну будет шанс переехать, я перееду. Может быть, на какое-то время, просто чтобы попробовать пожить в другой стране. И чтобы понять разницу. Когда ты слышишь такое выражение, или утверждение, что из Украины нужно валить, как ты к этому относишься? Крайне негативно. Объясни. Зачастую, ну так или иначе, каждый человек окружает себя тем кругом общения, которое ему нравится. Так получилось, что я, начиная со школьных каких-то времен, окружал себя друзьями, близкими, какими-то людьми, с которыми я общаюсь, достаточно, то есть образованными, и старался всегда, чтобы мой круг общения, как-то мне нравился. То есть в целом, сейчас я пришел к ситуации, когда я общаюсь с умными людьми, и когда я слышу от умных людей, то, что нужно валить, ну и некоторые так говорят. Меня это очень расстраивает, по той причине, что только как бы эти люди могли бы, наверное, что-то изменить в целом в стране, а если они уедут, то как бы, ну, все, тогда и мне придется. Ну, может быть, они уже пытались, у них не получается, это навеивает какое-то просто отчаяние дикое? Ну, да, бывает такое. Ну, хорошо, и что все свалят, что были... Ты с этим не согласен? Нет, я с этим не согласен. Я считаю, что сейчас Украина это страна возможностей. Я вижу, ну, в целом, я вижу какой-то, ну, не знаю, позитивные какие-то изменения. То есть, да, конечно, там после революции у нас какой-то упадок, доллар произнул в три раза. Это не относится к тому, знаешь, как у многих айтишников, что теперь, о, круто, я зарабатываю в долларе и у меня очень много денег. Ну, нет, не поэтому я доволен тем, что происходит. Я вижу, что у нас там более какие-то, не знаю, сейчас модно говорить европейские ценности, но в целом, я вижу, что это развитие, увеличение, там, дороги лучше, ресторанов все больше. Понятное дело, что это может происходить из-за того, что, в принципе, уже 2019 год, а не 2000, к примеру, вот, но как-то так. Ну, я думаю, у нас есть все шансы продолжать как бы работать у молодежи и через там какой-то период времени, через 10-15 лет, когда у всех людей моего возраста уже там будут семьи и дети. Жить в нормальной стране. Ну, да, это так. Я хотел бы ездить по всему миру, но только в турпоездки. Но жить в Украине. Жить в Украине, да. Мне искренне хочется верить, что когда-то что-то изменится. Мне искренне хочется верить. Я понимаю, что это страна с огромным потенциалом. Это в Европе могла бы быть одна из лучших стран. Из сильнейших, мощнейших, богатейших, талантливейших стран. Потенциал огромнейший у нас. Но в то же время у нас сейчас много людей, которые пытаются что-то делать. Они съездили в Европу, посмотрели какой-то пример. То ли заведение открыли, то ли музыку привезли, то ли, не знаю, что-либо. Что-либо. Они пытаются что-то делать, но огромная масса людей, которые не дают тебе это делать. То ли связанные вот с, как сейчас, в последнее время, просто 90-е какие-то происходят. Вот такие методы у нас почему-то возможны. Как это возможно, я не понимаю. Многие люди, даже просто обычные люди, вот они, им это не надо. То ли в силу интеллекта, то ли в силу, я не знаю, чего. Ну, вот просто есть много проблем. Честно, наверное, я хочу верить, что изменится что-то. Я очень хочу верить, потому что это патриотизм через боль. Субтитры создавал DimaTorzok